здравствуйте этот небольшой сюжет посвящен использованию грамм пластинок для презентации различные аудиоаппаратуры дело в том что очень часто те кто выкладывает презентации своей аппаратуры на youtube сталкиваются с тем что получают предупреждение о нарушении авторских прав что и понятно презентациях они используют фонограммы которые авторские права на которые принадлежат кому-то сейчас я расскажу о том как можно избежать предупреждение о нарушении авторских прав ну или я бы сказал так точнее предупреждение все равно будут но их можно оспорить на вполне законных основаниях и так немного теории сначала речь пойдет только о презентациях которые делаются для распространения на территории российской федерации в этом случае мы можем обратиться гражданскому кодексу российской федерации статье 13 27 эта статья говорит что авторские права на фонограмму сохраняются в течение 50 лет после издания фонограммы начиная с 1 января года следующего за издание фонограммы таким образом все фонограммы которые были изданы 1000 до конца 1969 года сегодняшнего моменту перешли в общественное достояние на территории российской федерации у меня есть несколько грамм пластинок который я специально отобрал для демонстрации но мне как показалось репертуар не очень интересный может быть и я решил его обновить для этого я воспользовался услугами немецкого магазина фон рекордс и у него сайте естественности и на русском языке очень недорого и можете найти там но очень много из того что потенциально может быть полезно и так вот ко мне приехали несколько грамм пластинок значит вот из названия этой грамм пластинки сразу понятно что все о чем здесь идет речь было издана 66 67 году это оркестровки оркестра франка купера который исполняет хиты 66-67 года следующая пластинка то же самое хиты 67 года это тоже оркестр франка купера значит пластинки из серии шлягер реннен не знаю как правильно по-немецки 66 год я уже использовал одно из таких грамм пластинок 67 года презентации своих проигрывателей это оркестр пин дам 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 беда значит то же самое серии 69 год это прекрасный танцевальный оркестр шухих юга штрассера издание 68 69 года собственно пластинка была издана 68 году и еще одна серия это хит магазин 68 у меня по моему есть и хит такая же 69 серии и так значит вы можете использовать любую из этих грамм пластинок для презентации своей радиоаппаратуры при этом на территории российской федерации вы не нарушаете ничьих авторских прав все фонограммы с этих грамм пластинок находятся в общественных достояниях поскольку были изданы более 50 лет назад но например если вы хотите использовать демонстрировать работу какого-то фотофона вы можете сначала записать с этой грамм пластинки за любую фонограмму и проиграть ее на магитофоне значит я как я раньше сказал естественно скорее всего на youtube будет написано система контент инт определит что вы нарушаете авторские права и вам будет вынесено предупреждение но вы совершенно спокойно можете сослаться на статью закона которую я сказал если ваши презентации предназначены для сцены на территории российской федерации если же вы собираетесь распространять свои презентации вне территории российской федерации то мои рекомендации вам не годятся есть еще несколько полезных советов например вот не всегда удается определить когда выпущена пластинка иногда даже есть сборники пластинок которые выпущены явно позже 1969 года например у меня есть вот такой сборник клифф ричарда spanish harlem я даже не стал смотреть когда он выпущен почему вот на пластинке есть вот такая замечательная надпись 62 год эми река и букачка п обведенная в кружок это значит что все фонограммы с этой пластинки были впервые выпущены в 1962 году а значит вне зависимости от того когда была выпущена собственно грамм пластинка все фонограммы находятся в общественном достоянии на территории российской федерации иногда печатают для каждой песни отдельно указание когда была выпущена фонограмма вот у меня есть другая пластинка вот 28 легендарных хитов производства philips и на с обратной стороны вот вы видите в списке есть указание по годам когда были выпущены фонограммы значит здесь все фонограммы с этой играм пластинки были выпущены до 1969 года а значит мы и эту грамм пластинку абсолютно свободно можем использовать для презентации проигрывателей и радиоаппаратуры ну вот совершенно кратко на этом все спасибо ну вот